Сегодня у нас 604 выпуск выпуск открытой политики, и мы возобновляем выпуски, посвященные оперативному совещанию в правительстве Республики Башкортостан. Об этом нам много писали, много просили не бросать этот жанр, который, кстати говоря, впервые был реализован на нашем канале, на YouTube-канале «Открытая политика». Так что садитесь поудобнее. Сегодня у нас оперативка в правительстве, которая случилась 15 июля 2024 года. Несмотря на то, что в этот раз оперативное совещание проходило в полном председательстве, я имею в виду, присутствовал и премьер-министр Назаров, и руководитель Госсобрания Константин Борисович Толкачев, и сам дорогой Радий Фаритович, безусловно, Хабиров занял своей персоной большую часть оперативного совещания, как по времени, так и по объему. Сейчас все медийные усилия органов государственной власти и подконтрольных им СМИ сосредоточены на задаче доказать населению годность дорогого Радия Фаритовича к использованию на второй срок в качестве руководителя Республики Башкортостан. Ну, не знаю, до конца не верю в то, что за два месяца, которые остаются до выборов, а это даже меньше, чем два месяца, опровергнуть все печальные итоги и последствия правления Хабирова в сознании населения не удастся. Я вообще полагаю, что это невозможно. Большой это вопрос, смогут ли переубедить избирателей. Ну, а если твои пиарщики это, простите, Барданов и Кельсенбаев, этот вопрос уже не вопрос на самом деле, а просто анекдот. Длинный рассказ о том, какой он замечательный, способный и успешный, Хабиров начал с того, что в Бирске установил новый монумент. На этот раз это памятник двум православным святым, Петру и Февронии Муромским, являющимся символом традиционной русской семьи. Как известно, из блога самого Радия Хабирова на обратной дороге из Бирска Хабиров слушал очистительный курай, видимо, уравновешивая в своей душе тягу к православию и к своим исконным, как говорится, генетическим корням. Далее Радий Хабиров строго сообщил, что посещение дощатой конструкции в Чешминском районе, которую Хабиров и его товарищи почему-то именуют визит-центром Музея кочевых народов. Так вот, посещение этой дощатой конструкции теперь обязательно для школьников и пенсионеров, и в скором времени последних начнут свозить туда автобусами. Ну, даже, возможно, организуют какое-нибудь кафе, конечно же, с шашлыками, но это, как говорится, не точно. В своем бесконечно долгом вступлении к оперативному совещанию Хабиров упомянул и посещение форума «Инопром». Благоразумно умолчав о своем фиаско с презентацией башкирского дрона, Хабиров особые надежды возложил на производство электрических двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также упомянул и об открытии некого центра искусственного интеллекта, видимо, в связи с окончательным разочарованием в природном интеллекте своих подчиненных. Но это, собственно, и неудивительно. Если бы я ежедневно всматривался в преданные лица Борданова и Кельсинбаева, я бы точно, как Хабиров, заговорил на все лады о необходимости искусственного интеллекта. Продолжая экскурсию по славным делам прошлой недели, Хабиров сообщил интересную, кстати говоря, новость, по крайней мере, это интересная точка зрения. Ради Фаритович заявил, что всякий рейтинг – это вам не просто тщеславие, а надежный источник денежных ассигнований. Жалко, что Хабиров не сообщил, во сколько нам обходится участие в этих рейтингах и какова действительно реальная монетарная отдача от этих рейтингов в бюджет Республики Башкортостан. Хабиров рассказал, что к нему на прошлой неделе приезжали важные узбеки из Каракалпакстана. Это такая часть Узбекистана. Эти самые узбеки показали Хабирову много-много денег, но поддержать они их ему не дали. И теперь Хабиров планирует нанести им ответный визит, естественно, за бюджетный счет. Наверное, станет убеждать Каракалпактцев, или вот этих вот богатых узбеков, доверить ему те самые несметные богатства. Я со своей стороны надеюсь, что узбеки эти, на самом деле, хотя бы в детстве читали сказку про поле чудес и страну дураков. В своем вступительном слове Хабиров продолжал демонстрировать повышенную заботу о жителях Зауралья. На этот раз он бесконечно позаботился о жителях Училов. Он пообещал, цитирую, не сейчас, но когда-нибудь потом, разобраться с проблемой водовода в Училах, который находится в катастрофической ситуации и грозит в ближайшую зиму лопнуть и оставить населенный пункт без воды. Хабиров, впрочем, сказал, цитирую, «В этом году денег нет, уже все раскидали, но вот потом...» Звучало это примерно так. Перевожу с Хабировского на Училинский. «Вы уж проголосуете там за меня в сентябре, а потом, когда я снова начну кидаться деньгами, деньгами бюджета, может и до вас долетит какая-нибудь ржавая копеечка, дорогие училинцы». Интересно, поверят ли училинцы ему в этот раз и развесят ли уши, и пойдут ли голосовать за дорогого Радио Фаритовича, как их об этом просят депутаты госсобрания, которые там высаживались на прошлой неделе, да и собственная училинская администрация. Пока это загадка, но что-то мне подсказывает, что училинцы тоже читали сказку про поле чудес и страну дураков. В очередной раз напоминаю вам, что ваша помощь, материальная помощь каналу «Открытая политика» – это не для того, чтобы я путешествовал, а для того, чтобы канал продолжал существовать дальше. Ни одной копейки из тех пожертвований, которые вы перечисляете на наш расчетный счет, который вы сейчас видите на экране, и можете найти в описании под любым видео на нашем YouTube-канале, так вот ни одной копейки из этих денег не попадает в мой карман. Можете не беспокоиться, эти деньги будут использованы только на содержание канала. Более того, помогать нашему каналу не только приятно, но и абсолютно безопасно и законно. Так что заранее всем спасибо. В предвыборные месяцы Хабиров очень часто встречается с представителями разных профессий и разных слоев общества. Вот и на этом совещании он упомянул одну такую встречу. Прозвучало это исключительно по Фрейду, цитирую дословно. «11 июля мы встретились с деятелями избирательного искусства». Значит, 11 июля мы встретились с деятелями избирательного искусства республики. Тут я вздрогнул, что это за избирательное искусство. На самом деле Хабиров имел в виду изобразительное искусство. Он, конечно, поправился, но очевидно, что сознание ради Фаритовича перебирает бесконечные риски на тех выборах, до которых осталось, собственно, 52 дня. И стоит напомнить дорогому Радио Фаритовичу, что это именно он, деятель избирательного искусства. И вскоре ему предстоит продемонстрировать всем нам, избирателям, очередное его сюрреалистическое произведение в этом жанре с рабочим названием в стиле Сальвадора Дали. Я предлагаю назвать это произведение избирательного искусства примерно так. «Моя победа на выборах, несмотря на то, что никто за меня не голосовал». Примерно так будет называться это произведение. Но слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. И, в общем, Радио Фаритович встретился с представителями избирательного искусства. Несмотря на то, что звучат угрозы заблокировать Ютьюб или каким-то образом его притормозить, сейчас самое время на самом деле подписаться на Ютьюб-канал «Открытая политика». Если вы этого не сделали, то сделайте это немедленно. Не только подпишитесь, но и лайкайте, перепощивайте наши программы, а также на всякий случай подпишитесь на дублирующий Ютьюб-канал на Яндекс.Дзене. Мы там просто зеркально выкладываем все то, что выкладывается на Ютьюбе. Если что случится с Ютьюбом, у вас будет всегда Дзен. Ну и не забудьте про наш Телеграм-канал. Все наши каналы называются «Одинаково. Открытая политика». На Телеграм-канале «Открытая политика» немножко другая жизнь. Там опросы, там дополнительные материалы, там оперативная информация, и там действительно интересно. Так что подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Далее перешли к штатным вопросам оперативных совещаний и послушали доклады о ситуации на дорогах и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ирины Головановой, министра жилищно-коммунального хозяйства в республике, почему-то в зале не было, то ли она опять в отпуске, то ли, может, переболела, не дай бог. И, как обычно, за нее докладывал заместитель министра Юрий Палтусов. Несмотря на летний период в республике Башкортостан не снижается уровень количества коммунальных аварий, и крупных аварий за минувшую неделю было три. Это те самые, которые случаются при отключении коммунальных услуг более чем на 8 часов. Аварий поменьше, лицемерно именуемых техническими инцидентами, только в одной Уфе случилось аж 30. Собственно, Юрий Палтусов ничего особенно нового нам не сообщил. Любовь Минакова, продолжающая исполнять обязанности министра транспорта и дорожного строительства, взамен подследственного Колебанова, поведала о том, что так и не смогла в минувший период справиться с ростом уровня смертности на дорогах Башкортостана. На данный момент погибших в Башкирии за 2024 год уже 191 человек. Собственно, ни для кого не секрет, что одной из главнейших причин смертности и аварийности на дорогах республики является отвратительное состояние этих самых дорог, но об этом, как говорится, лучше помолчать в предвыборный период. Потому о ДТП и ЖКХ Хабиров слушал реально в полуха, вяло напомнил о необходимости косить траву вдоль дорог, но не отпускает ради Фаритовича вот эта тема травы. Видимо, уж больно она забористая трава растет у нас вдоль дорог республики Башкортостан, если все, что интересует Хабирова в контексте состояния дорог, это трава на их обочинах. Завершая оперативное совещание, Ради Хабиров заявил о том, что пришло время, как он выразился, к сожалению, поговорить о более сложных вещах, а именно о том, как обстоят дела с ремонтом так называемых фонящих дорог. Напомню, что этот термин изобрела экспиарщица Хабирова, а ныне осужденная мошенница Елена Прочаковская. Вопросов к этому процессу и вообще к самому термину фонящие дороги, конечно, масса. Отдельные вопросы у правоохранителей, например, должны возникнуть к самому факту формирования фонда по ремонту вот этих самых дорог и к механизму выбора объектов, которые включаются в эту программу. Но пока, насколько мне известно, эта программа не проверяется силовиками. Надеюсь, что это случится в будущем. Доклад на эту, как выразился Хабиров, печальную тему делала все та же исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Любовь Минакова. Напомню, что когда в прошлый раз, несколько месяцев назад, эту тему затрагивали, Минакова, не желая брать на себя наследие Клебанова, однозначно заявила о полном провале проекта фонящей дороги. На тот момент контрактов не было заключено, план был абстрактным, деньги зависали. Ну, то есть, обещать-то пообещали, а к реализации не приступили. Это было некоторое время назад. Теперь Любовь Викторовна осторожно сообщила, что проект, призванный решать самые острые вопросы бездорожья в Республике Башкортостан, будет реализован в лучшем случае в 2026 году. То есть, завершены все работы. 30% объектов, которые включены в этот перечень тех самых фонящих дорог, до сих пор даже не законтрактованы. На подавляющем количестве объектов, входящих в планы работ, эти самые работы начнутся, как выразилось Минакова, в июле. Видимо, она не ориентируется в реальном времени и подзабыла или, может быть, перепутала. Она ведь уже в июле и находится. Причем, июль этот самый находится вполне себе в зените. Вообще, Минакова тщательно избегала упоминать точные даты, суммы, названия подрядчиков. Да, собственно, и многие названия объектов она так и не обозначила в своем докладе. Остается неразъясненным и ее постоянно упоминаемый термин «приведение дорог в порядок». Каким образом этот странный абстрактный термин сочетается с государственными стандартами состояния автомобильных дорог, например? Совершенно непонятно. И как они там будут контрактоваться? Вот по этому абстрактному понятию или все-таки по государственным требованиям? Непонятно. Единственное, что достаточно внятно заявила Любовь Викторовна, это то, что центральные улицы Уфы будут отремонтированы точно к выборам дорогого Раде Фаритовича. Чтобы избиратели Хабирова в столице республики Башкортостан могли ощутить на себе, как похорошела Уфа при дорогом Раде Фаритовиче. Это, безусловно, будет сделано. То есть все силы брошены на проспект Салавата-Юлаева, проспект Октября и некоторые еще другие дороги. Под занавес пришлось немножко поговорить и про дороги, которые должны были бы оборудованы к садовым товариществам. Что тоже понаобещал дорогой Раде Фаритович сгоряча недавно. Увы, Минакова сообщила, что работы так и не законтрактованы до сих пор. А на дворе, напоминаю, Минаковой уже середина лета, ровно календарная середина лета. И в лучшем случае вот эти подъездные пути к товариществам садовиков и аграриев отремонтируют только к октябрю месяцу. Ну, видимо, обещать садоводам райскую жизнь Хабиров из-за этого конфуза не перестанет. Ну, подумаешь, не сделали то, что пообещали. Ну, так мне же пообещали, готовы переобещать. В общем, конечно, Минакова демонстрирует нам как вполне себе осмотрительную осторожность. Она не пытается вводить в заблуждение Хабирова и обещать ему невозможное. Но при этом она, конечно, очевидным образом расстраивает дорогого Раде Фаритовича. Потому что ему сейчас нужно ежедневно, ежечасно являть народу чудеса эффективности, производительности. А самое главное – чудеса честности. Потому что претензии к честности Хабирова – это одни из главных претензий. Потому что наобещал он много, а вот сделал почти ноль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова